Дома у Анны капельного телевидения нет. К помехам в телевизоре девушка давно привыкла. Ну вот канал хорошо показывает. Вот дальше не очень картинка, особенно когда снег был зимой сильный. Этот канал практически вообще не видно было. Через четыре года плохой картинки в телевизоре не будет. В Украине решили переходить на цифровое телевидение. Тут помех меньше будет. Чётче картинка будет. Ну и больше. Больше каналов, больше информации будет приходить. Провести телереволюцию в стране решили ещё в 2006-м. Разработали национальную программу. Но пока больше говорили, чем делали. А теперь приходится действовать в ускоренном режиме. В 2015-й год включат цифровые передатчики вокруг Украины. И у нас телевидения не будет, если мы до этого времени тоже не перейдём на цифровое эфирное вещание. У нас останутся тогда только спутники и кабельное телевидение. Чтобы перейти на цифру, нужно поставить по всей Украине ретрансляторы, установить антенны. Только в Харьковском регионе должно быть семь передатчиков. Ловить они будут 32 канала. Любимые программы будут доступны даже зрителям в глубинке. «Т1, Интер, 1 плюс 1» – это три программы, которые охватывают больше 90% до 97% населения в Харьковской области. Естественно, там очень большой интерес и прогресс будет, если зрители резко начнут получать возможность того же бесплатно просматривать 32, как минимум 32 программы. Но если сам сигнал будет бесплатным, то телевизор под него придётся покупать. Со старым приёмником цифровой канал не посмотреть. А новые цифровые стоят не меньше полутора тысяч гривен. «Допустим, это уже новая технология, телевизор. Он идёт тоненький вот такой, на светодиодах. Его можно на стену повесить. Он принимает цифровые сигналы». Вместо дорогого телевизора можно купить приставку. Через полтора года они будут стоить не больше 300 гривен, прогнозируют специалисты. Тем, для кого и эта сумма не по карману, обещают помочь государству. «На самом деле мы сейчас участвуем в таких дискуссиях по поводу, как решить эту проблему. То ли просто дать людям деньги, то ли купить государству и раздавать эти приставки, но тоже каким образом это делать. То ли через местные органы власти, то ли каким-то образом ещё другим». Для телекомпаний переход на цифровое телевидение вылится не в одну тысячу долларов. К тому же региональных компаний в каждом регионе останется всего 4. Сейчас в Харьковской области 17. Как будут определять, кто уйдёт, а кто останется, пока не ясно. «Ну представьте себе, что собирают телекомпании в городе Вена или Берлин, или Париж. И говорят, ребята, от вас 12, а завтра будет только 4. И всё, давайте сейчас конкурс и посмотрим. Какие вы там ребята, хорошие или плохие. И мы вот, а ваша телекомпания не нужна. И ваша не нужна. А вот ты хороший парень, тебя дадит». Критерии должны быть открыты, прозрачны. Лицензирование должно быть открытое. Какие телекомпании смогут вещать в цифровом формате, а какие нет, надсовет решит уже в этом году. А через два года в Украине начнут постепенно отключать каналы, которые передают аналоговый сигнал. Элина Бекетова, Евгений Педин, Объектив неделя.